Иксодовые клещи – переносчики многих опасных заболеваний. Самая опасная из них – клещевой энцефалит. Заразившийся им человек может остаться инвалидом или вовсе умереть. К счастью, в европейской части России энцефалитных клещей очень мало. В Москве и Подмосковье нас подстерегает другая опасность – барелиоз или болезнь лайма. Один из ее признаков – появление красного кольца четко очерченной формы на месте укуса. Болезнь лайма лечится с помощью антибиотиков, но с запущенной формой справиться сложно. Последствия болезни – тяжелые и редкие формы артрита, артроза и дерматита. Нужно понимать, что не каждый клещ инфицирован. Поэтому, если вы обнаружили присосавшиеся к телу насекомое, не впадайте в панику. Постарайтесь от него избавиться. Лучше, конечно, обратиться к врачу, но если такой возможности нет, попробуйте отцепить клеща самостоятельно. Важно не оторвать его и не тянуть за тельце, а аккуратно выкрутить с помощью смоченной в мыльном растворе ваткой. Извлеченное насекомое рекомендуется отнести в санэпидемстанцию для выяснения, является ли оно переносчиком инфекции. Также нужно сдать анализ крови, а дальше действовать в зависимости от пришедших результатов. Или идти к врачу, или спокойно выдухнуть. В любом случае, за местом укуса необходимо наблюдать несколько недель. Иксодовые клещи также представляют опасность и для животных, в основном для собак. Они подвержены такому заболеванию, как пироплазмоз. Аккуратный период составляет, как правило, от двух до пяти дней. Достаточно остро протекающая инфекция. И зачастую без лечения животное погибает. Но далеко не каждый клещ, укусивший собаку, является переносчиком пироплазмоза. Визуально это никак не определить. Точный диагноз ставится на основании клинических признаков анализов мочи и крови. А можно и вовсе не обнаружить клеща, но заметить у собаки характерные для болезни симптомы. На что нужно обратить особое внимание владельцам, это есть характерные клинические признаки. Это высокая температура, примерно где-то 40 градусов. Для собаки это вялость, отказ от корма и моча приобретает такой темный цвет, такого нефильтрованного пива. При появлении хотя бы одного из этих симптомов следует немедленно показать питомца специалисту. Тяжелое состояние у собаки развивается очень быстро. Если лечение назначено правильно, вовремя, то не будет различных осложнений. Пироплазма это системная кровопозитарная инфекция, она поражает все органы и системы. Может поражать и головной мозг, и почки, и печень, поджелудочную железу и так далее. Поэтому как можно быстрее, если вы подозреваете это заболевание, или вам просто непонятно состояние вашего питомца, нужно срочно обратиться в клинику. Болеют собаки всех пород и возрастов. Тяжелее всего щенки и пожилые животные, особенно те, которые имеют хронические заболевания. Как правило, реабилитация занимает от 3 до 7 дней. Это если нет осложнений. Как правило, сыворотки противопаразитарные, они колются либо однократно, либо двухкратно. Этого достаточно, чтобы убить этого паразита. Но, опять же, как я говорил, это заболевание системное. И задача врача, опять же, отследить, чтобы не было осложнений. Самолечение здесь недопустимо ввиду сильной токсичности препаратов не только по отношению к паразитам, но и собаке. Специалист должен назначить точную дозу лекарств, подтвердить диагноз анализами и при необходимости поместить собаку в стационар. Отделение интенсивной терапии – это то отделение, где животные поступают уже с осложненным пероплазмозом. Животным иногда требуется переливание крови и очень длительные интенсивные капельные инфузии. Сто процентной защиты от пероплазмоза не существует. Иммунитет к этой болезни не формируется. Животное может заражаться по нескольку раз за сезон. Поэтому защищать собаку в теплое время года нужно постоянно. Кстати, о вакцине. Она недавно появилась на рынке ветеринарных препаратов. Но, по словам специалистов, к сожалению, не защищает собаку от заражения, а только облегчает течение болезни. Нужно понимать, что пероплазмоз – очень серьезное заболевание. Поэтому, чем раньше вы обратились за помощью, тем благоприятней прогноз по выздоровлению вашего питомца.